Раньше же было неудобно, ходили. Теперь как хорошо стало. Цифровизации не хватает того, что нет централизованной базы. Получается 30% осталось доцифровизовать, да? Направление позитивное. На работу оформляешься, тоже уже идешь. И нужно к этому идти стремиться. У нас СОДА теперь как хорошо стало. И в телефоне, допустим, если есть подпись электронная, значит с телефона можно любой документ вытащить. А раньше, представляете, я уже в возрасте, я все это знаю, да? Надо было там несколько часов простоять для того, чтобы взять какую-то справку, допустим, о той же несудимости. Вот поэтому это правильное решение. Полностью поддерживаю президентов в этом плане, в плане цифровизации всех отраслей. Нашей цифровизации не хватает того, что нет централизованной базы между банками, то есть между, можно сказать, частными организациями и государством. Когда мы обновляем свое удостоверение в цонах, банки и другие частные организации вообще не в курсе, что у нас удостоверение отновилось. Нам приходится физически туда ходить пешком и доказывать, что вот у нас удостоверение отновилось, пожалуйста, перерегистрируйте нас, пожалуйста, откройте нам новый, не знаю, счет, аккаунт, депозит. Вот только такие вещи. Ну и в целом, то, что уровень сейчас цифровизации, когда все документы превратились в цифровом виде, то есть можно с любого приложения открыть, мне это, допустим, очень устраивает, мне это нравится. Насколько я знаю, процентов 70 услуг у нас цифровизовано, получается 30% осталось доцифровизовать, да, так скажем. Ну, общество, государственная деятельность, она же не стоит на месте. Получается, эти 100% они будут развиваться все больше и больше. То есть те госуслуги, которые раньше не существовало, они, допустим, сейчас есть, да. Поэтому неизвестно, какие еще госуслуги появятся, допустим. Но в целом, очень любые шутки. В целом, направление позитивное. То есть, ну, как обычно у нас бывает вначале при, так сказать, бездумном ускорении, как правило, бывает очень много нестыковок. Поэтому цифровизация в целом явление хорошее, но оно должно быть обдумано, просчитано. Недавно с этим столкнулась, поэтому это очень удобно. Когда на работу оформляешься, тоже уже идешь, уже не надо в цон идти, за документами там в очереди стоять. Это очень удобно. Мне это нравится. По-моему, она чуть-чуть сыроватая еще бывает, что долго нельзя или в каких-то определенных местах. Ну, я думаю, надо более современное оборудование покупать, вот и все. Да, я думаю, все, наверное, и энергетику, и медицину, все, что можно, в принципе, вот это, и нужно к этому идти стремиться. За этим будущее, скорее всего. Полные услуги, да, очень удобно. Ну, удобно тем, что дома сидишь, на работе, можно не ходить. Раньше же было неудобно, ходили, очереди нету. Мне это очень удобно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова